всем привет еще раз прошу прощения за задержку у нас все веселее и веселее упражнение с проектором каждый раз почему-то не знаю возможно надо это отладить как-то свободное от работы время у нас продолжение разговора про разработку приложение на питончике и мы сегодня будем заниматься документированием вот обратите внимание на плашку в начале лекции сегодня какой-то вообще день мелких обломов так что то что мы на 15 минут продолбали время это тоже часть этих списка обломов вот я вангую что их будет много за сегодня прошу прощения день такой вот заодно зато солнышко весна вот это все значит о чем идет речь когда мы с вами разрабатываем программу на питание даже на любом языке программирования очень важно создавать некоторые информационные пространства предназначены для тех людей которые имеют дело с вашим исходным текстом то есть да собственно для пользователей тоже но вот основной упор сегодня будет именно на техническое документирование дело в том что как давно уже было сказано еще в прошлом семестре когда мы говорили про строки документации в классах в объектах во всем остальном в этих самых функциях в модулях когда мы говорили еще в прошлом году про строки документации мы говорили что документировать очень важно потому что вы потом вернетесь к вашему исходному коду через две недели и не узнаете не поймете что за фигню такое написали это хорошо если вы да если это ваш товарищ что он не через две недели он через там пять минут посмотрит на ваш код и ничего не поймет вот и мы говорили когда говорили в прошлый раз по стиль оформления и про комментарии что комментарии это и строки документации это такие значит послания комментарии по послана тому человеку который прямо читает ваш код строка документации послана тому человеку который пользуется вашим код и вот тут довольно интересно момент разделения да значит что строки документации они нужны для того чтобы их программно можно было выковыривать мы с вами помнив что в питоне есть возможность просто таки просто таки вынуть вынуть строку документации прямо из кода соответствующего объекта вот так вот если мы посмотрим во первых с помощью хукс функции help на функцию фона нам покажет строку документации еще и красиво отформатированы но важно даже не это а вот это строка документа строка документации доступна программная и мы с вами помним что даже есть такой модуль пы док короче python 3 минус mp док который собственно док документация которая собственно занимается выковыриванием выковыриваем строк документации с функцией ну давайте мы прям вот это вот проделаем просто чтобы было чтобы было ох ты господи как интересно что это было я не знаю ну да бог с ним вот да так значит python 3 минус м пы док и вот этот наш самый файл он его запустил что ли похоже что да а ну ну проимпортировал а поскольку ну проимпортировал то весь код здесь вот выполнился еще бы он не выполнился что сделал неправильно а конечно вот вот теперь все правильно вот смотрите да мы сейчас вспоминаем о том что любой файл на питоне это просто такой модуль на питоне вот и мы можем по сниму с посмотреть строку документации причем давайте еще вот сам сам модуль добавим строку документации вот вот в общем вот вот такое красивое да вот документация по функции вот документация по модулю красивое надо понимать что такой привлекательный вариант синтаксиса в питоне когда вы можете взять положить в функцию некую строку эта строка не будет ни на что влиять при выполнении кода да но зато в ней можно что угодно хранить как в пустом горшке который который подарил вине пух после куя значит что угодно можно хранить понятное дело что на этот значит горшочек без меда набежало большое количество людей которые в этих строках документации хранят ну всякое разное вот например в них можно хранить документации вот но не просто документацию документацию оформленную определенным образом которое поможет пользователю вашей библиотеки например воспользоваться инструментами вашей библиотеки то есть не только ну скажем вот так вот да не только вот вот такой красивый хелп к модулю написать вот такие красивые хелп к функции написать и так далее но и как то еще более формализовать процесс оформления информационного пространства для объектов функции и модулей вашего вашей разработки то есть там можно действительно хранить строку документации об этом мы как раз сегодня будем говорить довольно подробно вот а еще там можно хранить тесты об этом мы подробно будем говорить в одной из следующих лекций когда будем говорить про тестирование но в стандартном дистрибутиве питона есть специальный модуль который называется док тест который выглядит следующим образом вы берете пишите функцию ей в документацию прямо в строку документации вставляете как ей пользоваться вот такой вот текст а модуль доль текст модуль док док тест смотрит в строке документации находят вот эти примеры где у вас описано командная строка и командную строку запускает ее получает результат и сравнивают с тем что написано здесь такое вот тестирование для бедных вот мы об этом будем чуть подробнее говорить в один из следующих разов тесты вообще говоря тесты помещать в строку документации очень модно вот если искать в категории software development тестинг строки документации то вы увидите в ппп аж 136 каких-то модулей которые со всей очевидностью так делают вот ну или по крайней мере возможно нет но вот вот понимаете да конечно но как вы понимаете во первых во первых есть юнитест еще в самом питоне конечно же мы собственно им будем пользоваться на лекции вот а во вторых как вы понимаете вот эта вот штука она очень удобная она не требует от вас ничего вы просто копипастить и ну смысла загромождает код а если ваша а если ваш редактор умеет такие штуки не показывать например то она не загромождает нет вы совершенно правы да вот еще немножко и эта документация становится какой-то вот странник да то есть ну шумный слишком но в принципе здесь написано примеры использования поэтому это в любом случае ну как бы читать интересно да да конечно это не не это не для этого безусловно вот еще один класс с которым я просто очень неплохо знаком класс приложил класс модулей которые ну дисциплин которые очень любят в доктор в строке документации хранить всякую ерунду и это всякие синтактический пасть парсеры вот во первых модные нынче пик парсеры которые значит весь город всю всю грамматику хранят прямо вот там вот вот где то вот создать посмотрим я наугад совершенно наткнул я совершенно не уверен что действительно так устроен конкретно этот модуль но можно попробовать рискнуть да так давайте на что-нибудь другое воткнем ну в общем в общем давайте попробуем сюда сходить документацию у них уже вообще нет никаких документаций я жгу ли сегодня день обломов ну а вот тут нет смотрите тут они в строках задают документацию ну ладно в общем я не то чтобы соврал но далеко не все так действительно устроены но с другой стороны вот многие из них устроены так как новомодные нынче пик парсеров которых лексический и синтаксический анализатор соединен так и более старые парсеры которые работают по классическому принципу лексический анализатор отдельно синтаксически отдельно я довольно долго пользовался штука под названием tpg той парсер генератор сколько их тут господи есть такой такой нет а вот такой вот вот и там она тоже так работает да вот вы берете и и о в строке документации описывайте описывайте всю грамматику а потом в этом в этом самом классе в чьей строке документации вы описали грамматику пишите собственно функциональность вашего класса которая вызывается из атрибутов этой грамматики вот видите вот так вот это устроено очень часто в эти самые строки документации кладут какой-то текст на каком-то ином языке программирования или ином языке разметки чтобы не мучиться не морочиться множеством файлов на разных языках все складывается в питон и то что написано не на питоне просто кладется в строку документации любят они это ну и вообще так такого рода использование докстрингов в разных ипостасях как видите четыре тысячи модулей включают в себя в описании слово докстринг непосредственно много вот тут вот значит я показывал я же пользуюсь виллом когда редактирую файл на питончике и если вы помните я периодически значит оно ругается на фэн-шуй то бишь синтаксический анализатор показывает что у меня файл на питоне там ну некрасиво отформатирован так вот здесь был пример как к виму стать плагины вот и вот можно почитать если вы пользуетесь вимом можно почитать можно почитать как это делается вот сокращение спрашивает можно ли документацию в конец файла вынести чтобы она код не загромождала если ваша документация загромождает код то это не документация как вы понимаете да это может быть учебник тесты что угодно документация должна не загромождать код а наоборот его улучшать его чтение и понимание так что нет то есть так что да если вы видите что вы написали текст который загромождает код его надо куда-нибудь вынести это правда ну вот значит потом что я хотел показать что к виму существует множество множество способов скачать и установить плагин есть стандартный с помощью стандартной стандартной команды pack add в виме не буду сейчас распространяться далеко в это место есть давным-давно разработанные поэтому очень популярные менеджеры плагинов для вимов ванду патоген и так далее вот есть сайтик с плагинами для вима коих там 1900 462 штуки вот еще в прошлом году я хвастался что утром было 1962 а год назад было 1299 проблема в том что эти числа за прошлый год за год ничего не изменилось вот на этом сайте это тревожно но тем не менее он продолжает оставаться вим эйвсон отличным порталом для вимских плагинов в частности я пользуюсь плагином который называется синтастик вот значит эта штука для проверки синтаксиса вообще всего что шевелится там поддержка практически всех языков программирования и настройка вот соответственно вот здесь вот вот здесь вот описание то как можно поставить синтастик в ваше окружение если он уже не стоит вот мы делать это с вами не будем хотя бы потому что далеко не все из нас пользуются вимом ну а в дистрибутивах альпинок синтастик кажется входит и у меня кажется стоит да вот он в дистрибутивах альпинок синтастик входит прямо в дистрибутив на моей машине он установлен поэтому я вообще вот этим всем не заморачиваюсь вот но для порядка я написал краткую инструкцию как установить синтастик если у вас его нету базу вот я еще сегодня покажу как к синтастику прикручивать проверку более хитрую проверку синтаксиса вот поэтому я его про него собственно вспомнил ну вот значит теперь возвращаемся собственно к основной на сегодня теме это тема технического документирования наших исходных кодов исторически все это базировалась на таком формате и до сих пор базируется на таком текстовом формате который называется restructure text restructure text это очень старый формат история его ну давайте попробуем погуглить но мне кажется что это действительно очень давние история это один из первых сложных таких вики образных форматов который появился еще до вики вот тут есть какая-нибудь история нет тут никакой истории а жалко вот ну давайте попробуем вдруг здесь загуглиться что-то 2001 год некоторые из нас еще не родились в это время значит достаточно старый я зря сказал что очень достаточно старый формат еще до всяких вики или по крайней мере примерно в те поры возникший вот поэтому он довольно сложненький вот мы сейчас посмотрим допустим вот такую по нему шпаргалочку вот но в принципе нас не должно пугать мы знаем таких форматов разметки в количестве вот в частности мы знаем markdown который используется в всяких гитхабах гитлабах и прочих вот рестрактивный текст отличается от маркдауна тем что он гораздо гораздо более развесистый в маркдауне очень много чего хочется иметь документации просто нету маркдаун это штука для того чтобы отформатировать текст по-быстрому тем не менее рестрактивный текст это один из первых форматов которые соблюдают вот это правило что текст должен быть в первую очередь читаемый по как воски а во вторую очередь вот то что мы можем нормально прочесть как воски должно еще и форматироваться поэтому когда вы пишете документацию ее можно сразу писать в формате restructured текст ее будет нормально читать в plain тексте и она будет как-то рендериться в в rest ну вот тут вот видите примеры всякие всякие примеры вот вот табличка как делается табличка в рестрактивный текст мне очень нравится вы рисуете табличку из плюсиков минусиков или равно на вас рисуются таблички в чем не обязательно даже разделители делать если у вас в таблице нету пробелов и даже еще интереснее ведь он слишком умный он видит что в вашем таблице в общем то три колонки вот вот значит первая колонка вторая а это третье такие вот дела довольно забавно кстати сделаны ссылки в restructured тексте вы можете поставить ссылку на ну название ссылки а саму ссылку описать где-нибудь в конце вот поставить вот вот как это делается я забыл в общем делается короче сложный формат по нему есть несколько методичек причем вот сюда мы смотреть не будем мы будем смотреть в несколько другое место об этом чуть позже вот и на нем были были написаны на систему документирования которая называлась докутилс она до сих пор используется время от времени на питоне вот но она тоже довольно старая примерно тех же времен просто одно делалось для другого но как видите обновление самого сайта сравнительно недавно происходило то есть докутилс живой проект вот и вот значит довольно долго люди пользуются именно докутилсом для того чтобы задокументировать технически задокументировать свой исходный код но докутилс докутилсом а в какой-то момент выяснилось что он немножко такой старорежимный он воспроизводит некоторые шаблоны разработки связанные с ну сделанные для си еще то есть немножко не по-питоновски все это происходит и ребята сохраняя исходный формат текста restructured текст сделали проект который называется сфинкс этот сфинкс всех пожрал сейчас на сфинксе документируется вообще все то есть ну не вообще все конечно но далеко не только питоне проекты документируются на сфинксе какой-нибудь там не знаю либо офис тоже документации на сфинксе пишется вот потому что это довольно простой в использовании и при этом очень мощный движок который позволяет много-много всяких интересных плюшек вставить в документацию вот его сайтик сфинкса значит там все тот же ристрактор текст может быть слегка с расширениями сейчас мы найдем вот вот значит вот учебник на русском языке по сфинксу как 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 писать ристрактировать текст полная красота вот h2o вот поскольку изначально ристр ристракцию текст предназначался для написания документации в том числе книг в прошлом семестре мы говорили про формат гнутих инфо вот примерно такого же сорта в нем есть много интересных штук типы значит эпиграфов правильных ссылок ссылок на гублин ссылок на библиографию и вот таких вот вещей кстати комментарий кажется в маркдауне комментариях нет я тут обнаружил вообще нельзя закомментировать кусок чекста в маркдауне ну вот в ристре естественно можно сфинкс это штука с помощью которой можно создавать достаточно полноценные просто тексты какие-то гиперссылочные с примерами со ссылками на код и так далее и с помощью которого можно документировать технически прямо в строках документации ваш код вот про это мы сейчас чуть поговорим ну тут вот ссылки на всякие информационные информационные объекты кстати например сфинксе можно описать гуи задокументировать у вас будут такие кнопочки нарисованы открыть ну вот то чего в стандартном рейсе нету видите меню и кнопочки ну вот такого сорта смешные штучки дополнены таким сортом смешных штучек дополнил арест в сфинксе вот простая методичка как нам задокументирует что-то на сфинксе тоже есть у них же в документации вот что-то он ссылается на то же вот да давайте мы сейчас это все проделаем просто чтобы было понятно как это практически делать вот допустим у нас есть какой-то код какой-то код на питоне не знаю у нас есть какой-нибудь код на питоне ну то есть какой-то код на питоне вот так что еще давайте мы его давайте мы его закоммитим коммит я сказал комминт вот значит давайте теперь давайте теперь значит создавать создавать сфинкс давайте мы сделаем так пенф shell и будем ставить все руками у нас меня на самом деле на компьютере наверное все стоит что все что нужно но мы же с вами знаем что лучше пользоваться виртуальным окружением для того чтобы разворачивать свои свои проекты ну вот давайте поставим пенф install минус д сфинкс вот обратите внимание на д это означает что я я говорю пепенф чего шфинкс пепенф пакет который мы сейчас ставим во-первых он официальный его надо ставить во-вторых пожалуйста пожалуйста поставь его как сборочную зависимость 20 сборочной зависимости develop мы помним что зависимости вот эксплуатационные и сборочные эксплуатационная зависимость это те пакеты которые должны быть поставлены чтобы ваша программа заработала а сборочные это те пакеты которые должны быть поставлены чтобы ваша программа вообще собиралась из исходников даже если она на питоне иногда ее приходится собирать например собирать документы вот Словом, на этом мы сейчас и займемся. Вот мы поставили этот самый Sphinx. У нас есть скрипт, который называется Sphinx Quickstart. Он будет спрашивать, где у вас лежит документация. Скажем, она лежит в каталоге doc. Он спрашивает, куда выгонять документацию. Ну, давайте мы скажем, что в каталог doc будет выгонка происходить. Темплейты, на что начинаются, на подчеркивание. Project name. Интересно, как он назывался. Project name. То int он назывался. То int. Another names не нужны. Чего? А, сам текст. Ну... Project version. Language английский. Суффикс файла restructured text. Index. No. Короче, там везде no. Сначала везде no. Кстати, вот. Обратите внимание, что он умеет парсить doc.test. Тот самый, о котором я сегодня упоминал уже. И он умеет парсить autodoc, так называемый. К autodoc мы еще вернемся, но пока что мы его проигнорируем. Вот. Сколько всего он умеет ставить? Раньше такого не было. Yes. No. Не нужен мне Windows Command Line. Все. Make Builder. Какой Builder? А, Make HTML. Понятно. Значит, что при этом происходит? Давайте посмотрим, что он понасоздавал. Он создавал каталог doc. А в каталоге doc он насоздавал кучу всего. Это целая инфраструктура, связанная с поддержкой нашей документации. В частности, вот этот самый файл index.rst, это тот самый файл, с которым будет начинаться документация. Это индекс HTML, фактически, если мы делаем HTML документацию. Да? Вот. Индекс.rst. Как видите, Vim отлично справляется с расцветкой синтаксиса этого самого restructured текст. Обратите также внимание на то, что здесь есть ссылки на какую-то документацию. Даже она как-то называется. Сюда можно вписывать что угодно. Ссылка на обычный файл из этого самого. Она очень просто генерируется. Сейчас мы это сделаем. В общем, давайте пока попытаемся пустую документацию сгенерировать. Обратите внимание также на то, давайте перейдём в этот каталог doc, что у него образовался make file. Make file, мы о нём говорили в прошлом семестре, это такой способ описать, как из исходников сделать целевые файлы, и в частности, как из исходников нашего проекта сделать документацию, например, в формате HTML. Мы можем сказать make HTML. Давайте мы лучше не так сделаем. Посмотрим в этот make file и посмотрим, какая там команда. Вот она. Берём вот эту бебячку в начале, и нам мы увидим... Вот. Он нам наругался на то, что language равняется known. Давайте какой-нибудь language ему поставим. Ну, confpy. Вот это конфигурационный файл к этому самому, к сфинксу. Он написан на питоне, как неудивительно. Вернее, что неудивительно. А вот language равняется known. Вот он говорит, какой? Ну, да, пускай будет English. Вот. Ну вот. Обратите внимание на то, как запускается этот самый сфинкс. На самом деле, весь make file нужен для того, чтобы один раз запустить вот такую команду, и больше ничего. Поэтому, в принципе, нам make file не нужен. Мы можем сказать, запускать это руками. Но если вы столкнётесь с тем, что там какие-то есть сложности, и в этом make file есть что-то интересное, можно попробовать. Я это не пробовал. Возможно, сегодня день обломов. Можно попробовать. И да, и у вас нету make в базовой системе, потому что у вас винда. Можно попробовать поставить питоний модуль, который почти умеет интерпретировать make файлы. В принципе, make файл синтаксис очень сложный, но он почти умеет. Он так и называется, почти make. Давайте попробуем. Он называется make. Сейчас нет. Акте. Вот. Вот здесь, как он называется, скрипт. Он называется all make. О, не справился. Я же говорю, сегодня день обломов. Это даже не смешно. Ну ладно, не справился, так не справился. Хорошо, make, по крайней мере, с этим справляется. И вы как видите, как мы видели, на самом деле ничего не нужно, кроме вот этой команды python-sphinx build-mhtml, значит, собрать html. Документация лежит вот здесь. Каталог, в котором собирается документация, называется build. Давайте посмотрим, вот он. Он создал этот каталог, и можно даже там посмотреть, что там лежит. Давайте посмотрим, что там лежит. Док, build, html, индекс html. Ну вот, смотрите. Вот пустая документация, в которой нет ничего, никакого индекса, никаких модулей, ничего нет. Вот. Даже не сгенерённый файл. Вот. Но мы можем вполне туда что-нибудь написать. Вот. Давайте напишем что-нибудь. Не знаю, зачем я это хочу, но я её хочу. Да. Вот. Пробуем. Или давайте мы тогда не мы их будем делать, а запустим Sphinx, как он там запускался. Где, где, где. Вот. Да. Вот эту команду запускаем. И смотрим, что получилось. Ну, вот. Не получилось. Не получилось. Смотрите. В REST очень много внимания уделяется пустым строкам. Мы забыли отделить список от абзаца. Я думаю, что дело в этом. Перезапускаем, перегенерируем. Смотрим. Я был прав. Вот. Когда у нас здесь не было пустой строки, всё это сложилось в один абзац просто тупо. Вот. Поэтому. Ну вот. Значит, вот такой читаемый в синтаксический, ну как бы в плентексте текст, да ещё и раскрашенный красиво. Вот. Можно. Превращается вот в такую страничку. Вот. Можно, например, сделать ссылку на другой файл. Сейчас я посмотрю, есть ли у меня это в шпаргалке. Если нету. А где посоветите теперь хорошо про Реста почитать? Да учебник же. Берёте и читаете. По сфинксу. А вы почему? По Ресту. А там есть вот мысль. Ну. Это учебник по Ресту кусочек. Вот. Слишком много вам не нужно по нему. У Реста главная проблема не в том, что он какой-то замороченный. В нём просто такой слегка неочевидный синтаксис. Мы привыкли к простым таким гладеньким штукам типа Markdown. Вот. А Рест несколько более такой старорежимный. И при этом не всегда... Ну вот видите, я, например, забыл, что надо делать перевод строки перед началом списка. Вот такого сорта в нём есть немножко фишек. К ним надо просто попривыкнуть. Если вы с этим работаете, в некоторое время вы увидите. Сейчас я пытаюсь вспомнить, как вставить файл. Просто тупо файл. Там какая-то очень тупая штука. Просто тупейшая. Я её поэтому всё время забываю. Берёте и пишите. Такое ощущение, что вот ровно так это происходит. Только тут перевод строки какой-то. Так, давайте попробуем. Ну и пробуем. Ну и пробуем. Документ изнутенклюзи тони топ-3. А почему так? Может быть, потому что вот так? Да. Не надо было слово RST говорить. Ну вот. Я, как и обещал, самый тупейший вариант. Вот он. Указание просто в заголовке, указание в топ-3, указание в заголовке соответствующего файла, приводит к его включению, ссылку на него. Всё. Изи, изи, изи. Вот. Значит, ну давайте ещё картинку, что ли, вставим. Картинку. Картинку. Картинку вставим. Давайте мы скачаем для начала хоть какую-нибудь картинку. Давайте так её скачаем. Так, картинки должны лежать, кажется, в разделе точка статик. Вот. Если я не ошибаюсь. Или имиджис даже. Давайте почитаем. Ага. Смотрите, видите, какая штука. Это не просто изображение, это прямо иллюстрация. У неё есть подпись, у неё есть ещё легенда, то есть всплывающий текст. И на неё можно потом ссылаться. Вот. Ну, это прям очень суперкруто, нельзя попроще как-нибудь. Ну вот. Вот так проще всего сделать, конечно. Это вот не иллюстрация, а именно изображение. Ну вот. Значит, давайте попробуем. Насчёт статика я не уверен. Можно, наверное, прямо сюда кинуть. Да. Можно кинуть прямо сюда. Давайте кинем прямо сюда. Спингс хейзер. Да. Значит. Давайте посмотрим синтаксис. Он какой-то хитрый. Там две точки, что ли. Да. Вот. Вот так. Жух. И здесь, допустим, вот этот самый синхейзер. Пробуем. Я не уверен, что не забудем лишние переводы строки, которые никогда не лишние. Пробуем. О, он говорит, что он сделал, нашёл нужное изображение. И у него всё должно быть работать. Перезагружаем, сходим. Вот он. Вот. Опять же, из SD. Мы просто сказали, что у нас есть вот такое вот изображение. Оно лежит вот тут. Я указал относительный путь, поэтому оно лежит прямо здесь. Вот оно. А оно сгенерилось и в билде. В билде там довольно развесистая, на самом деле, структура. Почему она развесистая, мы поймём чуть позже. Вот. Видали? Куча всякого джаваскрипта интересного. Вот это наше изображение где-то тут должно лежать. Вот оно. Images. А, оно в результате лежит в каталоге images. Теперь я понял. Это вот, значит, преобразованный на азарт текст, это преобразованный индекс, ну и так дальше. Такие вот дела. Вот такая система довольно простая. Обратите внимание на то, что всё своё ношу с собой. Преобразование текстов из читаемых в формате ASCII в читаемые, ну, не ASCII в план тексте, в читаемые в HTML формате. Помимо HTML он кучу всякого всего умеет делать. Мы тут сегодня одним глазом увидим. Вот. А пока двигаем дальше. Значит, almost make не годится. Мы с вами видели, что он не работает. Давайте мы его уберём. Кстати сказать, если вам хочется... Ну, ничего не стоит, ничего не стоит на самом деле редактировать файл, нажимать кнопочку и говорить make в соседнем окошке, да, то есть это, в общем, довольно быстро. Но если вам прям очень-очень хочется редактировать в чём-то таком визи-вегообразном, есть редактор, который называется Retext. Он сейчас скачает некоторое количество, в том числе, бинарных пакетов, он целый QT6 скачает. Ну, подумаешь, ну, скачает QT6. У меня он, по крайней мере, заработал с утра. Довольно простенький редактор этот Retext. Но, тем не менее, он, как видите, умеет markdown и умеет restructure текст. Вот, если мы скажем, retext A или hash, retext, допустим, индекс RST, вот, пожалуйста, наш исходник индекс RST, и можно даже ему сказать, чтобы он отрендеровал его справа. Обратите внимание, что он у нас тут, ну, тут ни хрена не видно. Вот, давайте сделаем вот так вот. Вот. Обратите внимание, что он, retext, не настроен на специфические сфинксовские штуки. Их нужно дальше как-то настраивать, я не умею это. Вот. Можно почитать, я просто не пошёл дальше, этим никогда не пользовался. Можно почитать, как заставить retext парсить ещё и сфинкс. Вот. А чью-то он не захотел мне табличку. А, это табличка, просто она без этих самых. Вот. Ну, в общем, за что купил, за то и продаю. Я не пользуюсь. Да, мы всегда можно нажать make, посмотреть полученных HTML. Это я сказал, это я сказал. Помимо HTML, может выводить в разные форматы, в том числе, например, буклет печатный, можно сделать из ресурсовских текста. В сфинксе, естественно, есть всякая раскраска исходных текстов. То есть, там используется этот самый питоний модуль под названием... Сейчас найдём. Pygments. Называется Pygments. В сфинксе умеется Pygments. У него есть всякие расширения, можно писать огромного количества расширений. То есть, у вас документация на сфинксе сгенерирована, не обязана выглядеть вот так. Она может выглядеть, например, вот так. Это тоже сфинкс, обратите внимание. Павлин был сфинкс. И всевозможные документации, которые вы видите на просторах интернета, скорее всего, будут тоже сгенерированы сфинксом. Вот. Это тоже сфинкс. Ну, в общем, вот. Одной из важных фич сфинкса является то, что вы можете писать на нём техническую документацию. То есть, он ходит к какой-то технической документации, которая содержится внутри кода вашего, внутри исходных текстов, выковыривает его оттуда и оформляет соответствующим образом большие деревья страниц с кросс-ссылками в вашем коде. Это делается с помощью специального модуля автодок. Вы могли заметить, что этот автодок нам wizard, который в самом начале мы запускали, предложил включить, но я его не включил. Сейчас мы его включим руками. И этот автодок будет залезать в докстринги ваших классов, методов и функций, и модулей. И строить из них полноценную техническую документацию, которую можно читать. В частности, большинство модулей на питоне задокументировано ровно так. На их докстринге, натравили strings, получили это. С небольшими, значит, дополнениями. Так, значит, надо добавить надо добавить автодок в confile вот где-то тут мой extensions он называется. Вот, значит, что туда надо добавить? По-моему, просто автодок. Могу ошибаться. Давайте попробуем сказать ему make. не могу загрузить модуль расширения автодок, но модуль наимит автодок. А, его надо поставить. Не лень. Сейчас мы сделаем маленькую таблетку. И поищем этот автодок пальцами. Он просто сфинкс автодок называется. Сфинкс автодок. Давайте попробуем поставить. Я не уверен, что он просто что он стоит по умолчанию, этот самый автодок к сфинксу. Стоит. Тогда я, значит, что-то неправильно написал. Хорошо, давайте смотреть шпаргалку. Раз уж у меня не удалось. Если что, не помогает, посмотрите, наконец, документацию. Правильно, да? Как, куда вписать слово автодок? Автодок. Сфинкс екст автодок. Вот именно поэтому wizard нам с самого начала хотел руками это вписать, чтобы мы не гуглили. Но мы же специально так сделали. Мы специально загуглили. сейчас значит extensions сфинкс екст автодок. Вот как он должен выглядеть. Во-первых, проверяем, что это работает. Вот. Естественно, никакого автодока еще не сгенерено, потому что помимо того, что надо взять сфинкс екст автодок, надо сделать еще три вещи. Первое. Надо указать, где у вас лежат исходники, потому что чудес на свете не бывает, и для того, чтобы распарсить все, что у вас есть в ваших исходниках, это надо все проимпортировать. Если вы по чечайнии так написали исходники, что при попытке их импорта там что-то такое запускается, и удаляются все файлы, то вы сами себе злобные буратины при построении документации с помощью сфинкса, это все запустится, потому что сфинкс тупо делает импорт. Вот. Поэтому рекомендуется раскомментировать вот эту вот штуку, и вот здесь поставить даже не это, а вот это. Вот так. Нет, не так, а вот так. в каком каталоге относительно данного лежат исходники. Вот в этом. Это, значит, первая вещь, это указать путь к исходникам, вторая вещь, это настроить, нулевая вещь, это настроить этот самый автодок как расширение, и третья вещь, это вставить в ваш индекс или там куда-нибудь, хотя бы в индекс RST вставить ссылку на соответствующий модуль. Давайте посмотрим, где это пишется и как. Вот. Нет, тут все. Ой, а он тут модиндекс, гидиндекс сам сделает. Ну давайте попробуем. Давайте попробуем тогда. То есть вот эти ссылки, вот эти ссылки в сгенерации, сгенерации ссылки на соответствующие модули. Давайте попробуем. Что с тобой, золотая птичка? Ненавижу. Тороплюсь и что-то такое сделал неправильное. Б-б-б. А, ничего не надо. мы уже мы уже вроде все сделали. Так, он полез вообще делать исходники. Что-то я не вижу, что он полез в исходники. Прям не вижу. Давайте посмотрим. По-моему, там какой-то еще макрос надо указывать. Мы сейчас это увидим. Так, надо что-то еще сделать, чтобы он это сделал. Потому что так он ничего не генерирует. Давайте посмотрим. Значит, автодок. Автомодуль автомодуль нужно сделать. Надо сделать автомодуль. Вот. и сказать ему да, давайте смотрим. Итак, индекс RST автомодуль под названием как у нас назывался-то twint. Ну, эй. Вот. В нем, в этом автомодуле надо сказать, что именно мы хотим документировать в нем. Мемберс, андокт мемберс, приват мемберс. Все, давайте, документируйся. Атяндокт мемберс не вижу. Вот. Значит, при этом он, по идее, вот должен взять, давайте мы что-нибудь туда еще добавим. Ну, неважно. Времени у нас не так много. Давайте оставим как есть, чтобы не путаться. Чего тебе не нравится? white space авто запятая. А здесь чуть не нравится. Двойной перевод строки не нравится. Так, вот теперь мне кажется должно сработать. Давайте проверим. Да вот я только что же нажал на этот товарь продажная. Вот что происходит здесь? Вот я что-то такое нажимаю в спешке, оно дурит. Извините. Я обещал, что сегодня будет день обломов, вот они мелких. Вот они и происходят. Так, жжжи. Еще разок. Вот как так происходит? Почему он должен работать? Это мне очень не нравится. Ну ладно, это какая-то галлюцинация. Хорошо, не буду на эту кнопку нажимать больше. Но это неинтересно, мне так не нравится. Хорошо, значит, просто не буду сегодня так делать. извините. Вот я опять не вижу, чтобы он прочел исходники. Хотя по идее должен. Давайте посмотрим. так, ну вот у него есть перечисленная функция, у которой нет документации, поэтому там ничего нет. Вот есть модуль туинет, у туинет есть функция фан, и собственно все. Давайте мы тогда сделаем по-другому. Мы тогда это заткнем в отдельный файл. вот отсюда переместим вставим строку документации к нашему, к нашей функции. Что там у нас? Ничего не делать. Фанкшн результат to int. Вот что она делает. Забегая вперед, по-моему это так пишется. еще возвращая значение. По-моему это тоже так пишется. Что он возвращает? это у нас декоратор, поэтому он должен возвращать декорированную функцию. Я могу ошибиться, но мне кажется, что я соблюл правильно все эти самые все весь фэн-шуй и так Ctrl-Z нажимать нельзя, тогда давайте просто в соседнем окошке это сделаем. Я не знаю, почему Ctrl-Z нажимать нельзя, что-то какой-то мелкий облом. Так, docx, docs, да? Не нравится мне этот шрифт. вот. Так, duplicate object description of to int to int other instance index rst. я забыл оттуда удалить что-ли? Или забыл сохранить его просто. Я его забыл сохранить. Хорошо. Так. Документ из техдоков. Так. О! Смотрим, что получилось. Вот наша эта штука. Вот у нас техдок. Так, слово param и return не определились. Значит, я что-то неправильно сделал. Сейчас посмотрим. Но, как видите, как минимум появилось описание. Правда, я его в каком-то неправильном стиле сделал, но мы сейчас это увидим, как на самом деле нужно документировать. Вот, через двоеточие. парам. А, я сейчас узнаю это. Я сейчас узнаю это. Секунду. Param. Вот, через двоеточие param. Хорошо. Давайте исправимся. Значит, синтаксис я, оказывается, наизусть не знал, но это же не так странно. как кажется. Вот здесь вот, значит, двоеточие парам, fun и return. Пробуем. Посмотрим, что у нас получилось. О! Ну вот. Значит, вот уже, вот уже еще интереснее. Да, значит, вы можете устраивать ссылки между этими функциями, в синтаксе это написано, и так дальше, и так дальше. То есть, фактически, если вы пишете нормальный, нормальную техническую документацию внутри вашей функции, обратите внимание, это вполне нормально читается. даже в каком-то смысле это удобнее читать, когда вы четко, специфицированно видите, что вот параметр под названием fun, и делает он вот это. А вот это возвращаемое значение вашей функции. Вот. Если вы четко пишете техническую документацию к вашему модулю, то, в общем, даже, вот, в то, в общем, даже, как это, никакого загромождения, как тут говорил, сокращенец нет, а есть, наоборот, некоторые упрощения, понимания того, что происходит. И эта техническая документация волшебным образом приезжает в ваш этот самый сфинкс-документ в достаточно красивом виде. Ну, можно попробовать что-нибудь более развесить и найти. Сейчас, давайте я действительно попробую это сделать в каком-нибудь, в каком-нибудь, вот. как видите, очень много народу пользуются этим синтаксисом при описании документации. Вот. Давайте пойдем кого-нибудь найдем. Майпай, например, Помните такой компилятор? Не компилятор, а статические, статические типизации для питона. Майпай. Вот давайте попробуем вот так вот сделать. Так. Сейчас я сделаю одно извращение, а может тоже не получится, но как это... так же интересно. Что-то он как-то плохо себя ведет. ой. ой. Немножко не туда сказал, но это не важно. Что тебе не нравится? Что-то он на Майпай... А! Для этого на Майпай нужно сделать ссылку. Ссылку на Майпай. Отлично, сейчас сделаем. Ну, это... Ну, это... А, ну, естественно, я тупой, что ли? Вот. Дубль 7. И что? Неужто он все сделал? Не, не сделал. Ну вот. Я же говорю, сегодня день обломов. А почему? Ладно, смотрите. У нас времени-то, в общем, уже нету. Я, если вы помните, очень поздно начал. Давайте тогда вот что. Давайте тогда на этой неуспешной попытке всосать документацию от Майпая мы приостановимся. Я обещаю, что поправлюсь. Давайте еще немножко поговорим про оставшиеся. Это только бла-бла, поэтому это можно пробежать бегом. Значит, смотрите. Есть другая дисциплина оформления докстрингов, которая принята в numpy, в первую очередь. Numpy и в гугле. Numpy – это довольно популярный пакет, поэтому вы можете оформлять докстринги в стиле numpy. Они другие, они имеют не такой формат, как вот то, что я тут сейчас перед вами изобразил. Давайте посмотрим, какой формат вот здесь. Вот он. Param, type, raises, return. Ну, в общем, return type. Да? А они несколько другие. Вот. Args, return, ну, короче, другая, другая, другая формат описания. И, между прочим, даже более удобный, чем вот так писать, вернее, вот так читать. Лучше вот так читать. Вот. Вы подключаете плагин, который называется Наполеон, вот, и он парсит эти штуки. Вот. Такие дела. Финкс Опидок. Слушайте, а давайте я вызову эту фигню, вот, Финкс Опидок, может быть. Опидок. Патент 3. Сайт 3. Сайт Пэкэджис. Мой Пай. Хм. Хм. А, понятно, значит, Опидок генерирует, Опидок генерирует, собственно, РСТ-ОПИ, а дальше его надо еще сфинксом преобразовывать. Ну, окей, ладно. А хотя, хотя почему? Давайте сделаем. Тогда, значит, вот так. Дальше. Вот это, да? Во. Нет. Вот сюда надо будет заставить. Сейчас. Ток 3. Вот сюда. Так, ладно. Я занялся чем-то, чего я не хотел сегодня показывать, но раз уж сделал, давайте проверим. Мы вот сгенерили какую-то документацию. А, хватит с вас. Да. Вот. Давайте сделаем. Build. О, жует майпай. О, там какие-то ошибочки. Но это все не важно, а важно, что у нас сейчас нарисуется прям... Вон они. Только они тут ничего не построили. Ладно, фиг с ним. Короче, зря я это начал. Давайте я тут лучше договорю, бла-бла, и на этом мы закончим, а то время заканчивается. Значит, с помощью сфинкса можно сделать что угодно. Читайте документацию, смотрите примеры, смотрите методичку, там все написано. А еще, еще есть такая штука, как RedDox, куда можно хостить документацию. Это вещь, специальная для питомовских проектов, по-моему, сделанная в свое время. Вот. И вы могли заметить, что практически вся документация, которую мы смотрим, она находится в домене RedDox.io. Смотрите. Видите? Дело в том, что если у вас есть проект, например, на GitHub, публикация документации на RedDox.io происходит вообще автоматически. Совсем. Вам ничего делать не надо. Вы пушите, она публикуется на RedDox. Если у вас проект не на GitHub, вам надо сделать одну команду, создать, сгенерить, вернее так, отослать на RedDox.io исходники вашей документации, она там с Финксом все сделает. Вот. Поэтому люди, ну как бы не заморачиваясь, публикуют все на RedDox.io. Вот. Что, в общем, мы бы тоже с вами сделали, но нет. Вот. Тут вот сказано, есть такой, есть несколько плагинов, на самом деле много, которые умеют парсить ваш незадокументированный код и генерить стабы для документации, в которые вы впишете все, что нужно. В общем, интересное дело. Еще одна вещь, про которую я не рассказал, это про то, что если у вас есть help, ну то есть вот у вас программа из командной строки что-то запускает. Вы сказали минус-минус help. Этот минус-минус help можно превратить в командную строку с помощью специального плагина к Sphinx, который называется, даже не к Sphinx, с помощью специального модуля, который называется ArcParse в ManPage. То есть, если у вас есть сложная командная строка, описанная в ArcParse, ну вот примерно вот таким вот образом, эту сложную командную строку можно немедленно превратить в ManPage, и этот Man сделать с помощью Sphinx. Вот, значит, что еще? Домашнее задание вне, в семестровый проект будет входить подготовка документации как технической, так и какой-нибудь еще. Какая-нибудь еще документация, это какое угодно. Вы можете сделать некую штуку на Sphinx, опубликовать просто дерево какого-то, какого-то текста, сделанного на Sphinx. Вы можете редактировать Wiki на хостинге. Как правило, это в общем не Wiki, а... Это имеется в виду под наш проект? Да, под наш проект. Как правило, в этом Wiki используется к Markdown, но можно и Rest. Если вам хочется проект более пафосный, вы берете какой-нибудь сайта-генератор. Обычно в тот же гитхаб встроен Jekyll. Это прям сайта-генератор. Если вы хотите сделать самостоятельно, вы можете самостоятельно заниматься статической сайта-генерацией. Есть прекрасный, например, инструмент под названием Pelican, у которого догадайтесь с одного раза, с помощью чего сгенерировано на эту документацию. Вот. Ну, я уверен, что у нас сгенерировано сфинксом. Да? тему можно переключать. Ну, в общем, вот. Кстати сказать, забыл заметить, что сгенерировано сфинксом документация здесь тоже смотрите сюда. У всего питона сгенерировано документация сфинксом. Сгенерировано сфинксом документация, это, пожалуй, важно, поэтому я все-таки скажу, обладает, имеет кнопочку поиска. Как вы думаете, сколько ресурсов сервера этой документации задействовано, когда я здесь ввожу какой-нибудь поиск, ну, скажем, скажем, не знаю, док-тест. Вот сколько ресурсов сервера задействовано вот в этом упражнении? Правильный ответ, нисколько. Документация сфинкс генерируется сразу с индексом ключевых слов, и вот эта кнопочка поиск, вот эта кнопочка search, это локальный JavaScript на вашем, на вашей машине. То есть, вы можете опубликовать документацию, хоть положить его в хтм, хоть положить его в каталог, все же будет работать. Обратите внимание, что у нас вот тут вот, где он там, вот тут вот, search тоже работает. Видите, да? То есть, вот то, что мы сейчас генерили, в нем работает кнопочка search. Потому что это JavaScript по уже сгенеренным ключевым словам вашей документации. Вот, значит, Pelican это статический публикатор. Если вы хотите сделать полноценную документацию, можете делать ее в Pelican и просто синкать и публиковать где-то, ну и так дальше. Значит, домашним заданием будет чуть более упорядоченное не такое, не такое, значит, как у меня сегодня, изучение документации сфинкса, документирование вашего кода вашего семестрового проекта и выгонка автоматической документации. Второй кусочек домашнего задания это какая-то документация по проекту, ну хоть какая-нибудь ну грубо говоря такая вот веб-страничка, на которую можно перейти, чтобы почитать про ваш проект, а не про его там технические кишочки. Да, да, да. Да, смотрите, у вас в результате здесь не написано надо написать, у вас в результате должен появиться кусочек связанный с технологией подготовки документации. Конфиг для сфинкса, каталог соответствующий, какие-то первичные вещи, возможно, несколько функций вы задокументируете, чтобы просто проверить, что индекс из них создается. Вот так вот. А потом будете доделывать. Вот. То есть вот здесь надо дописать, что вот это слово предусмотреть означает, что у вас уже есть какой-то работающий вот. Да, да. А дальше будете просто это в процессе разработки доделать. Так, ну что, день обломов я надеюсь у нас объявляется закрытым. Я очень надеюсь. Если есть вопросы задавайте, в следующий раз, а давайте посмотрим, что у нас в следующий раз. В следующий раз у нас, я думаю, что тестирование. Смотрите, я под словом техническая документация, а, в следующий раз интернациализация, перевод. Вот. Я под словом технического документации на самом деле имею в виду не совсем то же самое, что в крупных производствах называют техдок. Я в данном случае под словом технической документации имею в виду именно правильное, грамотное, удобное оформление докстрингов в ваших питонных модулях. Плюс какой-то сопроводительный текст к ним. Смотрите, очень по-разному. Если вы работаете в большом коллективе, который прямо сидит в одной комнате и пишет какую-то хрень, то, скорее всего, техписатель у вас отдельный. Потому что ему приходится писать неимоверное количество бессмысленных технических текстов. Если речь идёт о работе в сообществе, то есть в совместном проекте, который ведут люди изо всех уголков земного шара, то, как правило, есть некоторая дисциплина оформления кода. И да, каждый, кто пишет какую-то функциональность, он же её и документирует. И вот это второй подход, он более правильный, потому что не будет техпис за вас документировать вашу эту самую. Это две разных профессии. Свой код документировать надо в любом случае. Ну вот. То есть никто не вписывает свою документацию в чужой код. так не делается. Ну что, да, в следующий раз у нас интернационализация. Надеюсь, будет не так рвано, как сегодня. Я постараюсь на этой неделе немножко поменять план, или по крайней мере разметить его теми касталями, об которым мы споткнулись сегодня, сегодняшнюю лекцию, но уже задним числом, к сожалению. Всё, время уже у нас совсем-совсем вышло. Всем спасибо и до новых встреч.